здравствуйте мои зрители и все которые случайно зашли на мой канал я всех очень рада видеть и сегодня я хочу с вами поговорить по поводу того что значит там что-то я уже делал в принципе расклад на кличко но тут развивается ситуация еще дальше зеленский скажем так наехал на кличко и они там что-то там начинает якобы как в суды там подавать он хочет его снять с должности и кличко с этим не согласен из что-то там пытается с ним как-то вроде как суды собирается подавать или уже уже делать подав суд насколько я знаю что в апреле месяце кличко сам подал в отставку но его как бы не дали что там произошло почему он переменил свое мнение как бы не знаю но в любом случае то а получается же эти выборы все-таки повлияли поэтому он же подал до выбора порошенко получать до выборов президента а сейчас как бы уже как президент зеленский и прошли выборы верховную раду и зеленский уже почувствовал что нем есть сила у него есть команда и как монополит президента уже и он как бы может уже диктовать свои условия и теперь он наехал на кличко и там я не знаю как юридически как это все разбирается там вроде как нельзя вот полностью как бы убрать этого города города сам зеленский не может надо что-то там короче документально как-то через верховную раду что ли или рада совета что проводить я не знаю эти тонкости но я понимаю что как-то он не может его но зеленский все равно но решил его убрать судом или как но как бы решил его убрать а замех и нации которую он там делал и начал говорить о том что киев как бы не подконтрольный но в принципе да я немножко тоже столкнулся с этим у меня тоже так получилось что как бы свидетели того что он сделал эти финансовые пирамиды особенность новостроев домах вот новостройки как он во время правления порошенко были и рейдерский захват этих новостроек он хотел себе переподчинить потом киев горстрой под себя поджал сделал огромную пирамиду что эти новостройки они сейчас не могут обналичиться нормально подключить ни в это самое коммунальном службе не может потому что там заплатили платить еще но короче это долгая история все прекрасно понимают это киев это столица и есть откуда делать финансовые пирамиды махинации делать все это ясно и понятно и в них задействован был кличко это уже было давно понятно вот и как бы сейчас уже зеленский открыто ему заявляет что контроль над киевом он потерял именно пара это кличку я задала вопрос высшим силам я прописываю а потом как бы вам отвечаю так значит я задала такой вопрос уберет ли с должности кличка наш президент зеленский до уберет его ну вот как-то через суд получается идет как через суд будет какой-то суд и на основании этого суда его уберут из должности занимаемой . и вот кличко там собирается обращаться в суд или же бы обратился в суд чем закончится его обращение в суд ничем ничем не закончится суд примет примет действие зеленского правомерными и будут со стороны зеленского будут предоставлены доказательства на основании чего суд как бы действие зеленского оправдает что он поступает правильно будут ли скрыты финансовые мехинации этой финансовой пирамиды в этой грязне между зеленским и кличком да будут скрыты финансовые пирамиды все это будет подано в суд вот эти разбирательства судебные так и притом мне пришло такое что будут эти какие-то очень крупные я прекрасно понимаю что не все будет разглашаться но какие-то дела зеленскому мира сего разрешать разгласить ну это понимаете нужно картинку показывать все это нормально люди понимают что все что такое серьезно разглашаться не будет из чего-то сделают как бы нам картинку по телевизору будет раскрыт как-то громкое дело по финансовым пирамидам все это будет подкреплено картинка по телевизорам все кличко будет осужден но кличко я задала вопрос вот его посадить или нет него не посадит его не посадит и понимаете он как-то вот задала еще вопрос бежит ли он или или как или вы его посадит и пришел такой ответ что как по договоренности как бы он сбежит по договоренности вот будет какие-то договоренности что ему дадут свободный выезд из страны пожалуйста уезжай а вот но это будет как для нас показана картинка что типа сбежала хотя это будет договоренность и потом я задала вопрос по поводу того что ну как-то его жизнь накажет или как вот какое-то наказание что пришел ответ о том что значит жизнь его сама накажет ну не знаю вот кому пришла вот картинка что он едет на машине и вот разбивается на какой-то вот скорости и при том это вот где-то летом машина такая открытая я не знаю марки машин но машина вот с открытым верхом какая-то дорогая машина вот он едет и попадает в аварию и на основании вот этой аварии он выживет но как-то он будет приковано вот коляске вот приковано его будет возить до конца жизни и вот у него повредится что-то с головой вот он как бы будет идет информация о том что я понимаю что у него проблемы с головой на сегодняшний момент у него есть диагноз насколько я слышала а из того что вот боксом занимался и вот у него какие-то повреждения в голове а это именно вот после аварии еще произойдет вот он будет жить как вот нас не осознавая себя вот его будут возить как растение такая картинка пришла вот как бы то что пришло то я мы озвучиваем понимаете это не говорит что завтра что-то с ним произойдет но это я не могу видеть на 10 лет вперед то есть это вот ближайший год два три вот как то вот так то есть это не будет через 10 лет и информацию мы это узнаем нам это донесут о том что он попадет в аварию это будет показано по телевизору это будет он где-то не на островах нигде а в европе где-то в европе я не знаю не делала запрос но показали что где-то вот европе красивая такая местность что зеленая и вот он как-то едет какие-то как вот дорога как скалышку какая-то вот как винтовая как дорога идет и вот он на этой дороге вот попадает вот в аварию ну я я вам говорю что я вижу как вот картинками идет информация иногда вот просто картинку показывают и я вот эту картинку я вам рассказал как бы такая ситуация с кричком я потом разложила на карты и что мне показали карты я делаю сейчас общий расклад я делала на три карты было будет там что произойдет сейчас я как бы вот общий просто расклад и но принципе на этой ситуации надо делать общий расклад сейчас я вам покажу эти карты вот как то так они это не вышли принципе видно значит начнем с этой карты а по поводу того что будет ли уберет ли зеленского зеленский кличка с должности ну вот оно получается тройка монет до уберет получается и вот какой-то сидит мужчина монеты идет получается он как накручивает да типа как финансовые пирамиды идет вот накрутка какая-то то есть да это говорит о том что у зеленского насколько я знаю есть юридическое образование же него а это о том что он опытный а ему даже не надо никаких особо судей он сам опытные в этих делах то есть у него есть возможность есть знание для того чтобы действительно подать в суд на зеленского и суд будет это да он сможет его убрать но там опять таки будет двойка монет двойка кубков вышла опять вот тоже я вам говорила договоренность какая-то будет вот они обоюдно договорятся понимаете будет суд и во время этого суда ну конечно нам нижние не покажешь за кулиси вот и как бы ну да договоренность какая-то деловая договоренность будет типа мы тебе сделаем как-то вот суд покажем громкое дело но ты спокойненько уедешь из страны ну вот договоренность до договоренность там будет это когда же карта подтверждает и и говорит о том что вот вскрытие отдел финансовых его пирамиды вышла башня да вот как бы башни фиксирует как финансовые проникли у него вот она разрушается разрушается будет разрушена финансовая пирамида зеленским сможет разрушить финансовую пирамиду но кличку дадут уехать будет договоренность суд тоже будет по договоренности но это нам делают картинку понимаете сейчас все что натворил порошенко для нас этот будет делаются картинкой и будет ли наказания наказание для кличка 12 12 повешенное ушло до наказания будет получается нам себе на каждой карты свидетельства самоедстве вот как на наказание самого себя то есть получается даже нет уж там судебное наказание там тюрьме а именно на360 на каждый сам себя вот мне по этому идет картинка что он едет вот на машине большая скорость и попадает там в аварии то есть он накажет сам себя. Получается, как бы, вот, любитель скоростей поедет и попадется, накажет сам себя. Не то, что там у него кто-то там режется, а он, как бы, или слетит с трассы, или еще, но он накажет сам себя. Вот такой вот расклад у меня получился. Ну, вот, как бы, зрители меня просили сделать расклад. Я сделала расклад. Ну, конечно, мне не очень нравится, когда вот, как бы, идут вот такие картинки неприятные, что-то аварии, это все. Ну, вы знаете, все-таки карма у нас есть, и дай Бог, чтобы нам успеть в этой жизни ответить ему. Потому что мы перерождаемся, мы умираем, душа же не умирает. Идет перерождение. Так как я пережила клиническую смерть, я знаю, что это такое. Что человек перерождается, человек не умирает. А он уходит, а потом, как бы, перерождается и возвращается опять на землю. Это как колесо сансары. И это даже большое благо, что он ответит за свои поступки вот сейчас, здесь, в этой жизни, чтобы вот это все не нести в другую жизнь. Может, Бог будет милостивый над его душой, и даст ему потом другое жизнь, другое, как бы, как искупление, другую жизнь. за то, что может облегчит ему дальнейшую, дальнейшую его жизнь. Вот такой расклад. Я всем очень рада, которые зашли на мой канал. Всех люблю. Всем здравия. Всем благо. До свидания. Всех целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok